Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканал Автоплюс, программа Попутчик. Меня зовут Сева Кущинский. Рад новой встрече с вами. Напоминаю, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире, поэтому очень рассчитываем на то, что вы присоединитесь к нашей беседе. Водитель на дороге, он ведь контактирует, кроме того, что с другими участниками движения, контактирует с работниками полиции, да, контактирует со своей совестью, со своей реакцией, много с чем. Но вот не стоит забывать, что еще водитель находится один на один с законом. И это проблема для наших водителей, я так лично считаю, вы можете со мной не согласиться и позвонить, и поспорьте со мной эту тему. Потому что мы с вами очень плохо подкованы в этом смысле. Мы не знаем законов, мы не знаем своих обязанностей, и не знаем обязанностей, соответственно, людей, с которыми мы вступаем в контакт. Это такая щекотливая тема, которую, собственно, и предлагаю обсудить на протяжении будущего часа. В гостях у меня главный редактор издательства «Мир автокниг» Сергей Федорович Зелений, но уже не первый раз. Спасибо, рад вас видеть. Добрый вечер. И руководитель правового департамента российского автомобильного творчества Сергей Игоревич Волгин. И вас. Благодарю, что посетили. Итак, два Сергея. Загадаю желание, чтобы хорошо знать законы, чтобы все наши телезрители знали законы. Вы со мной согласны, что наше автомобильное сообщество, наше народное население, которое передвигается на четырех красках, отвратительно знает законы? Или, собственно говоря, просто не знает? Или я сгущаю краски, Сергей Федорович? Как вы скажете? Ну, статистику никто не проводил. А статистики верующие знают. К сожалению. Есть ложь, есть грубая ложь, а есть статистика. Поэтому, в общем, не важно. Чего ж там? Не все водители знают правила дорожного движения. Кто-то их никогда не знал, но об этой стороне мы говорить не будем. Часть водителей просто забывает правила дорожного движения после того, как получили права. И, в общем, это беда, скажем, их. Не то чтобы вина какая-то, но просто нужно перечитывать. Об этом мы говорили. Да, да, да. Не стесняться, собственно. Правила дорожного движения, я считаю, каждый водитель должен раз хотя бы в два-три года обязательно покупать книжку и перечитывать, что появилось нового в правилах дорожного движения. Да и освежить старые знания тоже не помешает. А вот то, что касается других законов, что-то народ знает о кодексе об административных правонарушениях. Что-то слышал об уголовном кодексе. А что такое гражданский кодекс и как он соотносится, в общем-то, с действиями водителя, здесь вообще никто ничего не знает. И вот такой пробел, похоже, мы закрыли с помощью новой брошюрки, которую мы издали. Которая так и называется? Законный водитель. Которая называется «Законный водитель. Комментарии юриста. Уважаемый Сергей Игоревич». Сергей Игоревич, ваше мнение. Вот когда вы трудились над этой брошюрой, были какие-то сложности? Ну, сложностей особых не было. Просто если говорить, допустим, о знании законов водителями, то я бы, во-первых, чтобы понимать под термином «знание закона». Знать законы – это помнить их наизусть? Или все-таки уметь их правильно толковать или понимать, что там написано? В принципе, нельзя сказать, что наши водители и любые другие граждане не знают законы. Мы же знаем, что нельзя убивать. Это закон. В данном случае я говорю, что народ не знает законы. Мы знаем, что нельзя ездить на красный свет. Это тоже закон. Но хотя мы можем не помнить правила, которые это запрещают. И в данном случае, когда делали эту брошюру, больше, на мой взгляд, была задача рассказать людям, что имеется в виду под теми или иными статьями закона. Правильно растолковать. Да, правильно растолковать. Потому что это, наверное, основная проблема, что народ вроде как знает, слышал, что если у кого-то деньги в долг взял, то надо вроде как отдать. А почему надо отдать? Да и как это правильно сделать, то особо никто не знает. Ну вот в таком ключе, в принципе, я и делал вот эту брошюрку, чтобы люди просто понимали вообще, о чем идет речь. Вот уже есть первое самосообщение. Скажите, а из-за чего водители не знают правила? Давайте разберемся на протяжении этого часа. В том числе, хотя, мне кажется, каждый из вас должен знать ответ на этот вопрос, по крайней мере, для себя внутри решить. А кроме того, у нас есть еще и звоночек. Поэтому подтверждает, что тема очень нужная. Добрый вечер, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вот у меня такой вопрос. Здравствуйте, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, собственно говоря, столкнулись недавно с таким фактом. У меня остановился сотрудник ДПФ, вот, выдавил мне правил нарушения за скорость в населенном пункте. Вот, поскольку я попросил предъявить мне статью, да, которая, ну, это подтверждает, на что я услышал ответ, что в это обязательство у меня не входит. Я был очень растерян в данной ситуации. Мне выписали право нарушения, но все же я хотел все-таки как-то услышать. Могли бы мне объяснить. Да, спасибо большое. Ну, я не очень понял, что вы имеете в виду, что вам просто не назвали статью, которую вы нарушили, но она написана в протоколе. Я сейчас на память не вспомню номер, статья из 12 главы административного кодекса, которую запрещают по решению. Возможно, наш телезритель хотел бы, чтобы ему вот тоже открыли некую книжицу, показали, что вот, где прописано ваше нарушение, вот такой-то пункт. Ну, такой обязанности у инспектора действительно нет. Он обязан разъяснить, за что он составляет протокол, разъяснить права и обязанности. Но даже если он этого не делает по каким-то причинам, он нарушает закон, да, это, к сожалению, не влечет ни в действительность протокола. Но все в протоколе написано. Там написана статья, написан пункт правил, написаны права и обязанности. Если его просто перевернуть с другой стороны, там все очень подробно написано. И выход-то вот как раз, мне кажется, самый простой. Иметь вот такую брошюру или похожую брошюру, свод правил, да, посмотрели, что вам вменяют, какое правонарушение, есть статья в протоколе, да, заглянуть, посмотреть, почитать, если не согласны с этим, написать «не согласен». А вот, возвращаясь к самому сообщению из Петербурга, почему, по вашему мнению, водители не знают закону? Потому что их плохо учат? Или никогда не нужно было? Или вот как-то не карали? Ну, позвольте? Да. Да, по моему мнению, во-первых, действительно всегда считали у нас, что особо не надо никому ничего знать, да, для этого есть специально обученные юристы, судьи, там, прокуроры и так далее. Они как раз должны знать законы. И вторая проблема, что учат-то, возможно, и нормально, ну, там, в большинстве автошкол, но правила мы почитали перед тем, как сдать экзамены. Нас натаскали на эти экзамены, мы экзамены успешно сдали, и после этого правила забыли. Ну, да, натаскали, как собаку. Да, да, совершенно не. Фаршки, она выполняет команды, потому что не задумываясь. Проблема в том, что, на мой взгляд, зачастую не ведется работа именно разъяснительная. Причем не только в автошколах. Да, автошколы, понятно, у них задача немножко другая. Нужно уграничить недовольный срок, подготовить людей к сдаче экзаменов. Это нормально. Ну, надо натаскать, это может быть грубо, да, но... Да, как грубо, а так оно и есть, по сути. Нет, но натаскать можно в плохом смысле, да, билеты выучили, там, зазубрили и забыли, да. А можно натаскать в том смысле, что хотя бы рассказать, что написано в правилах и заставить людей их прочитать. Но основная эта проблема в том, что люди, как я уже говорил, прочитали правила один раз и после этого вообще забыли их перечитывать. А вторая проблема, что нету разъяснительной работы со стороны государства, которая должна вестись. Почему у нас в автошколах, прошу прощения, в обычных школах не предпределяют правила дорожного движения? Любой, кто вышел на дорогу, он стал учредникам дорожного движения. Он должен подчиняться правилам. Школьник это или взрослый человек. Ну, давайте введем это как обязательный предмет. Ну, я понимаю, что это можно там называть демагогией, но, тем не менее... Это не демагогия, я с вами полностью согласен, потому что... Это нужно начинать именно оттуда, да. То есть это целый комплекс проблем, которые... Закладывать культуру? Конечно. В том числе культуру вождения, не знаю, соблюдение правил на дороге, еще вот... Да, есть некоторые школы, которые этим занимаются. Вот у меня, например, дети учатся в школе, в обычной, да, к ним там раз в месяц приходит инспектор ГАИ, который рассказывает, вот как приходить в красную дорогу, да, что такое красный свет, что такое зеленый свет, почему надо попросить папу, чтобы он пристегнул вас в машине, как надо привозить детей. Если вас папа привозит без кресла, значит, скажи, чтобы он купил это кресло. Вот это нормально. А вот эта брошюра-то как раз, или подобная брошюра, они как раз... Вот вы скажете правильно, детей нужно обучать, а вот эти брошюры писаны, чтобы обучать родителей, чтобы они знали, почему нужно объяснить детям, и что это обязательно нужно сделать, как переходить, как не переходить, и что нужно пристегивать, чтобы как бы не ребенок... Он должен просить папа, пристеги меня, а все наоборот. Да, еще есть одна проблема, что, к сожалению, водители, ввиду объективного незнания, да, они все-таки не все же юристы, да, не всех учат там толковать закон правильно, не представляют себе последствия. Кажется, там, подумаешь, не пристегнул там ребенка, приехал до Бухлочной, да, но никто же не догадывается, что там в момент ДТП, там, перегрузки до 80 же, да, достигают, и эти 20 метров могут оказаться последними. Просто из-за того, что кто-то кого-то не пристегнул. Ну, вот такие вещи. Это не совсем имеет отношение к юриспруденции, но тем не менее... Написать об этом тоже стоит, чтобы задумывать. Нет, но есть даже цифра, давно я ее не вспоминал. Если не ошибаюсь, то есть масса ребенка увеличивается до 600 килограммов в момент столкновения. Конечно. На скорости 60 км в час. То есть вот такие даже цифры ужасающие. Тоже надо, чтобы наши зрители знали. Банальный пример. Я вот, например, если покупаю арбузы, что делают, наверное, все, да, в определенный сезон, если у меня арбуз не помещается между передним сиденьем и задним на пол, я кладу на сиденье и пристегиваю. Сначала надо мной смеялись, а потом, когда я рассказал, что этот арбуз в какой-то момент при столкновении превратится в снаряд, который будет весить несколько сотен килограммов, все мои знакомые тоже стали пристегивать арбузы. Это не шутки. Ну, просто нужно на этом застрять внимание. Да. А скажите, пожалуйста, а правда, что в курсе школы, в школах вождения, там 7 часов, по-моему, да, уделяются? Это вот, я вот вспоминал в бытность ДСАФ, когда это было давно в Советском Союзе, на правила дорожного движения, только вот чисто на правила дорожного движения отводилось 80 учебных часов. Сейчас на все основы законодательства в сфере дорожного движения в автошколе отводится 48 часов. И из 48 часов только 7 часов отводится на изучение основных законов, которые действуют вот в сфере, имеют отношение к сфере дорожного движения. Сергей Федорович, откуда цифра родилась? Кто высчитал, что вот 7 часов? Ну, программа утверждена Министерством образования. А я за этот вопрос, потому что очевидно, что этих часов не хватает. Да, конечно, не хватает. И хватает, чтобы натаскать на экзамен. Ну, и всё. Ну, заучить несколько задач, которые разбирают обязательно в автошколах. А я вот должен сказать, что когда мы редактировали брошюру, готовили её к изданию, участвовало, скажем так, в этом процессе, ну, человека 4, весь коллектив издательства обсуждал материал брошюры, потому что узнали для себя много нового. То есть даже вы сами не знали каких-то вещей? Не знали, причём вещи очень серьёзные. А давайте на них подробнее сейчас остановим, но пока примем звоночек. А потом вы обязательно расскажете, что же это такие тонкости, которых даже вы не знаете. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Слушаем звонок. Добрый вечер. Говорите. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы понимаете, у меня, как бы вам сказать, произошла небольшая ситуация с аварией. И когда произошла эта авария, этот человек ездил с нарушением, видя то, что знак запрещает поворот налево, он всё равно производил манёвр. И когда я спросил, что же мы будем делать с тобой, как нам это всё, и выходить из этого положения, он сказал, страховщики заплатят. И когда я обратился в страховую организацию, где-то называется Росгострах. Да-да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Мы выплатим. И когда они выплатили мне 33 тысячи, и я, видя то, что они очень мало оценили мою аварию, я обратился к независимому эксперту. И? Он говорит вам по вашей аварии, потому что, как вам оценил инспектор, или, как вам сказать, специалист по этим авариям от этой же организации, он говорит, мы должны на нашу организацию заплатить не менее 100 тысяч. Собственно, вопрос ваш в чём? В чём заключается мой вопрос в том, что вы понимаете, я заплатил очень много денег, страховая организация заплатила мне очень мало. И я не могу понять, кого же привлечь к ответственности, и как добиться того, чтобы страховая организация, или тот, кто виновник, нарушая правила движения, сознательно, сознательно, понимаете, привёл меня в такое состояние, когда я не могу понять, как же мне компенсировать эту аварию, или подавать суд на эту страховую организацию, или на эту клинику, который, как бы сказать, нарушил правила движения, и поднять, как вам сказать, закон о том, что может отменить эту страховую, как вам сказать, ну, страховую организацию, там потом страховую... Спасибо большое. Я понял ваш вопрос, немножко не по теме, но вот если так вкратце ответить, если позволите, я сначала отвечу, потом, может быть, вы добавите, коллеги. У нас просто бывает несколько раз в месяц юристов в этой студии, мы боремся, ликвидируем безграмотность автомобилистов, и вот там чётко сказано, нам разбирались подобные случаи, поймите, что страховая компания, это компания, которая занимается зарабатыванием денег, это коммерческая организация, она, естественно, пытается сократить свои расходы, поэтому они пытаются выплатить вам меньше. Если вы с этой суммой не согласны, вы можете ображаться в независимую экспертизу, есть такие люди. После этого вы имеете право подавать жалобу сначала, претензию в эту страховую, а дальше вы имеете право идти в суд, нанимаете адвоката, и всё в стандартном порядке. Боритесь за свою собственность, потому что это ваша собственность, и вы не должны никого не упускать своей кровной, что называется. По поводу того, что отменить, ну, представляете, какой хаос будет на дорогах, если отменить, и вот все будут друг друга врезаться, но не все, а кто-то, и потом будем договориться на месте. Это будет полный бардак, прошу прощения за слабое выражение. Что можете сказать, дополнить? Ну, когда-то мы жили без ОСАГО, без обязательного страхования ответственности водителя. Ну вот, если опять же обратиться к брошюре, которую мы издали, то брошюра доказывает всё-таки обратное, что страхование ответственности это польза, а не вред. А перегибы на местах, они всегда и везде были, кто-то этим пользуется недобросовестно, как вот оппонент звонившего. А по поводу того, что надо судиться, есть у меня один знакомый, который из судов не вылезает, причём выигрывает их один с другим. И обращаться в суд надо, не знаю, как насчёт суда со страховой компании, а вред причинённый, вот тут Сергей Игоревич как раз по материалу брошюры может и дополнить. Ну, я добавлю, что можно судиться либо с страховщиком, либо с виновником, да, зависит от того, что мы хотим, что мы планируем судья доказывать. Если мы спорим с оценкой, то это страховщик. Если мы всё-таки хотим получить возмещение вреда, реальное, то это виновник. Ну, это вот с юридической точки зрения. Что касается обязательного страхования, то, конечно, это полезная вещь, да. Другое дело, что само законодательство... Прихрамывает. Да, мягко говоря, прихрамывает. Почему страховая компания так плохо платит? Да, потому что им просто не выгодно этим заниматься. Исключительно с коммерческой точки зрения. Это действительно благотворительная организация, и она зарабатывает деньги. Если есть возможность заплатить меньше, она это сделает. Это очевидно. Это нормально, да. Ещё звоночек принимаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Это ко мне? Да, конечно, к вам. Добрый вечер. Так, это из Самарской области, не Харел зовут. Так, я, в общем-то, хотел бы сообщить следующее. Сейчас законы, в общем-то, для водителей, в общем-то, подразумевают очень много ловушек. Я считаю, что нужно сделать законодательство таким, чтобы можно было... Сразу водитель при движении определял, как сделать правильно. Предельно просто, предельно понятно, наглядно, в общем-то, наглядно. А то сейчас, сейчас я только одну ситуацию знаю, когда, в общем-то, ехал по дороге, стоял знак, ограничение скорости, и стоял ДПС, потому что внизу ремонтные работы вели. Вот. Это единственный момент. В других случаях, знак стоит, ДПС где-то в километре, столько штрафа выписывают, больше ничего. Ремонтных работ нет. Ситуация знакомая. Это куча сложностей, в общем-то, в этом, в дорожном законодательстве, вот, которые просто требуются упростить, чтобы водитель сразу знал, как правильно надо ехать. Спасибо большое. Ваше предложение понятно, но мне кажется, не очень легко это воплотить в жизнь, потому что слишком разнообразная жизнь и слишком много разных ситуаций, и прописать все, и тем более отдать это на откуп водителям, чтобы они сами видели как-то. Ну, да, все правильно. Вообще, в идеале, да, мы же все стремимся построить правовое государство. Правовое государство – это как раз то самое, где право регулирует все области жизни. Ну, это идеал, который недостижим, это понятно. Другое дело, что проблема-то у нас не только и не столько в законах. Да, есть проблемы, в том числе и в правилах, по которым, в принципе, невозможно ездить, если формально полностью их соблюдать, то это невозможно. и проблема в исполнении законов, да, инспектор, который стоит и просто меряет скорость, не всегда это означает, что он добросовестным выполняет свои обязанности, да, у него основная задача обеспечить безопасность, а не контролировать соблюдение. И предупредить. Совершенно верно, да. Ну, здесь уже надо на местах разбираться, почему инспектор там стоит. Он тоже там стоит не просто так, его тоже начальник поставил, он сам не поехал, а стоит и меряет скорость. Значит, надо понимать, почему начальник ему дал такой приказ, ну и так далее. Вам пришлось при вот написании этой брошюры много вот таких казусов вы находили, да? Несоответствий, по которым, собственно, жить-то невозможно. Я как бы их просто обозначал, потому что задача брошюры была немножко другая, да, не показать, что вот есть такие казусы, это может быть предметом там отдельного издания. Просто, да, показывал, что да, вот вы там водитель думаете вот так, а на самом деле немножко по-другому. Они по-другому, потому что вот так. А вот это как раз к тому, что Сергей Федорович сказал, что были случаи, когда даже специалисты вашей редакции были удивлены тем положением дел, которое прописано в законах, да? Ну вот, в частности, гражданский кодекс, мало изученный водителями темы, и, к сожалению, начинают познавать гражданский кодекс, а не тогда, когда произошло что-то уже, ну, скажем так, непоправимое. Напрямую. Тогда приходится познавать закон, но уже немножечко поздно. Я вот продолжу тему, что когда мы познакомились с положениями гражданского кодекса, то многие из издательства, из нашего коллектива, стали по-другому смотреть на дорогу, относиться к ней более ответственно. это я к чему? К тому, что вроде бы брошюра закрывает брешь в ассортименте литературы для автошкол, но мы уже давно не автошкольники, то есть всё-таки водителю, который не первый год колесит по дорогам, эта брошюра тоже нужна. А давайте спросим, вот интересно, сейчас продолжим, просто зададим вопрос нашим телезрителям, у нас есть смс-портал, пожалуйста, присылайте сообщение, ответьте, пожалуйста, на один простой вопрос. Вы пользуетесь такой литературой? Читаете такую литературу или нет? Да или нет? И сейчас пройдёт время, и поймём, хотел понять, насколько востребовано, по крайней мере, у нашей аудитории. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, незнание не освобождает от ответственности, и вот когда это знание наступает, ответственность тоже наступает. Разговор о чём? О том, что водитель является, в общем-то, оператором средства повышенной опасности. То есть, везде прописано. Ну, прописано-то прописано, но только не все соотносят это с гражданским кодексом, где сказано, что владелец средства повышенной опасности, он обязан возместить причинённый этим средством повышенной опасности ущерб. Причём, виноват водитель или не виноват, ущерб он обязан возместить. Приводится в брошюре пример, неприятный, конечно, с наездом на пешехода. Пешеход пьяный, бежит через дорогу на красный сигнал светофора, водитель, ну, не успевает затормозить, происходит наезд на пешехода, так вот, пешеход вправе потребовать компенсации за причинённый ущерб с водителя, который вроде бы ни в чём не виноват. на самом деле такое положение прописано в Гражданском кодексе. И примеры тому, в общем-то, жизненные есть. И это вот наш коллектив, по крайней мере, заставил на дорогу смотреть более серьёзно, более ответственно. Поэтому, если каждый водитель будет периодически обновлять знания правил дорожного движения, он будет знать, вот отвечая на один из предыдущих звонков, можно же купить книжку, допустим, правил дорожного движения для всех понятным языком, где разжёвываются ситуации, которые бывают на дорогах, которые соотносятся с конкретными пунктами правил дорожного движения. Такой перевод с юридического на русский. Да. На человеческий. На общий с юридического. Есть брошюры, которые разжёвывают кодекс об административных правонарушениях. Опять же, если выписан протокол, можно посмотреть, какая статья написана, тут же открыть брошюру и сказать, уважаемый инспектор ДПС, господин полицейский, вы мне совсем не ту статью написали. Такое тоже может быть. И познакомиться, в принципе, с законами. Весь ассортимент литературы есть, и всё-таки я советую водителям, будущим водителям и действующим водителям периодически освежать в памяти. Память наша не вечна, она бывает кратковременно, поэтому советую всё-таки обновлять знания. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот эта брошюна «Законный водитель», она написана вот таким вот доступным очень человеческим языком? Вы старались адаптировать? Я старался доступным языком писать, потому что даже когда только первую часть направил на редактирование, мне тут уже позвонили, сказали, что ты там написал юридическим языком. Ничего не понятно, переводи на русский. Ну, пришлось переводить. Это сложно? Переводить на русский? Да. Ну, поначалу да, потом ничего привык. У нас есть звоночек из Казахстана. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. Нигде в литературе я на такой вопрос не мог найти ответ. Я ехал по трассе Уральск-Самара, тут буквально 10,5 километров. Меня остановили за превышение скорости. Там буквально не намного, на 10, на 20 километров в час. Дело в том, что еще стояло три транспортных средства, остановленных по той же самой причине. Инспектор ДТВ забрал мои документы и сказал, ожидайте, садитесь в свой транспорт, и я ожидать и вас позову. У меня такой был вопрос. Сколько я должен ожидать? А они сказали, пока этих троих там не отслужат, вас вызов там позовут. Чем я могу мотивировать, чтобы не ждать в этой очереди? Что я могу сказать? Я понял. Спасибо большое. Ну, к сожалению, нет нормативного акта, который говорил бы, что там протокол оформляется столько-то времени. Есть наставление, которое говорит о том, что по нарушению должен вставляться протокол. Понятно, что невозможно определить время, ну, потому что в каком-то случае это можно за 10 минут сделать, в каком-то это нужно сделать за полтора часа, потому что вот такое количество доказательств нужно там описать. Здесь возможность защиты только одна. Если мы видим, что составление протокола превышает какие-то разумные, ну, в данном конкретном случае пределы, мы можем либо постфактум пожаловаться, что протокол составлял слишком долго, ну, желательно указать при этом в протоколе, да, что меня остановили во столько-то, протокол отдали во столько-то. Либо прямо с места, допустим, позвонить по 02 с мобильного телефона, да, и сказать, что вот такая ситуация, остановили там-то, 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 28 автомобилей оформляет, я почему-то последний. Пожалуйста, приезжайте, разберитесь, прислите еще один наряд, который будет быстрее это оформлять. Другого способа не существует. Причем одно другого не исключает, можно позвонить, нажаловаться, а написать в протоколе все равно нужно, потому что потом, если вы захотите обращаться в суд или как-то отставить свои права законные, без того, что... Сложнее будет. Да, совершенно верно, будет гораздо сложнее. Вообще, ну, стандартная, это, по-моему, такая первая вещь, которую нужно сделать, если мы какой-то документ подписываем, то мы должны обязательно прочитать, прежде чем подписать. А что касается подписывания протокола, то я всегда рекомендую протокол подписывать, потому что, ну, во-первых, мы сможем его прочитать перед тем, как подписать, соответственно, будем знать, что там написано. А во-вторых, ну, так складывается практика, она незаконна, но, тем не менее, имеет место быть. Если водитель отказывается подписывать протокол, некоторые инспекторы обижаются и не дают ему копию протокола. Ну, это ерунда, полная вещь. Хорошее слово, обижают. Нет, ну, подписывать протокол еще имеет смысл, потому что есть соответствующие графа, где можно написать... Не согласен. Совершенно верно. Или описать ситуацию то есть, ну, бывали нерадивые инспекторы всегда. Есть и очень хорошие инспекторы, которые, на самом деле, пытаются организовывать движение, помогают водителям. Этого тоже нельзя отнять. Но вот был случай с нерадивым инспектором, когда, ну, абсолютно ни за что он меня остановил. Я попросил протокол и написал все, что я думаю, что не представился инспектор, что он не знает правила дорожного движения. Была такая ситуация, которая, в общем-то, в правилах дорожного движения просто не описана. Ну, и про затяжку времени тоже было написано. Результат был следующим. Замполит, тогда были замполиты, пожал руку, сказал спасибо, это была последняя капля, больше этот сотрудник не работает в наших органах. То есть была такая ситуация. Поэтому подписывать протокол надо, читать его надо, писать свои комментарии тоже надо. Да. Вот не сразу задал вопрос, а все-таки, вот как пришла идея вот написать вот эту брошюру, вернее, как вы определили, что это, именно эта дыра есть? Ну, вот сами, что называется, наступали на грабли, ноги есть, грабли есть, вот и наступали, да, поняли, что уже надоело. Или вот как? Нет, все намного проще. Где-то году в 1997-м вообще не было никакой литературы для учащихся автошкол. Не по правилам дорожного движения, не по безопасности, но была только одна книжка уважаемого издательства «За рулем». Она была толстая, она с формулами, она с расчетами, с рекомендациями. Я ее называл очень хорошей книжкой, только не для учащихся автошкол, а для преподавателей автошкол, чтобы они могли нормально донести сведения для людей, не посвященных. И вот получилось так, что в то время издательство предложило мне написать пару книг, что, собственно говоря, и было сделано. Ну, получилось там чуть побольше, чем пару книг. И книги живы до сих пор, и есть конкурентные книги, то есть по правилам дорожного движения, по безопасности в объеме курса автошкол есть сейчас немало литературы. А вот по законодательству дыра была, и теперь мы эту дыру закрыли. Два года назад, с 1 января 2010 года, изменился учебный план для автошкол. И в этом учебном плане появился раздел об ответственности водителя за нарушение законодательства в сфере дорожного движения. Ну вот, к сожалению, прошло почти два года, но все-таки вот этот пробел мы закрыли. А причем получилось так, как получилось когда-то со мной, настойчиво я просил Сергея Игоревича написать эту брошу. Как меня в свое время просили, так я попросил. Долго пришлось выпрашивать. Да нет, это был такой интересный опыт. У нас есть уже статистика, 40% людей, наших телезрителей, наша аудитория, читают книги. Вынуждены с прискорбенно сообщить эту цифру, что меньше половины людей пользуются этой литературой. Может, они просто не знают. Поговорим об этом. Вот мне подсказали, что уже 50 на 50 изменяются данные. Вот уже, видимо, услышали меня и сразу прислали свои сообщения. Но все равно, даже половина людей, которые не читают, мне кажется, портит, что называется, кровь в первую очередь самому себе. Потому что попадая, не дай бог, в такие непонятные ситуации, они лишены возможности лавировать в этом правовом поле. Здесь есть еще одна проблема, что ни в коем случае не хочу обидеть тех людей, кто читает литературу, подобного плана. Это, на мой взгляд, безусловно полезно и необходимо делать. И, конечно, не ограничиваться одной книжкой какой-либо. Но акцент в изучении этой литературы должен быть не попытка избежать ответственности за нарушение законов. Безусловно. А все-таки понимание, почему закон надо соблюдать. У нас любой закон существует не для того, чтобы его нарушать, а для того, чтобы его соблюдать. И вот как правильно это делать, мы попытались объяснить. У нас есть перезвоночник. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Владимир из Подмосковья. Здравствуйте, Владимир. Вот я слушаю вашу передачу. Надо знать законы. Я понимаю, что их надо знать. Надо вообще знать правила движения. Но, понимаете, в чем дело? Вот я ехал с моря в Ростовской области, основан этот инспектор. Вы превысили скорость. Может быть, на этой трассе М4 90 км было ограничение. Вообще 110 должно быть. Вы превысили более чем 60 км. Я отбираю кровать. Стояли знаки. Знаков не было. Доказывай после. Все. Как буду перестать? Я нахожусь в Ростовской области. Доказать я ничего не могу. Он показал мне фотографию. Фотография моей машины, она сзади. Задние номера. Ну, там четко отчитается регистрационный знак и видно, что это ваша машина. Ну, да. Я объехал его машину, остановился и стою впереди его машины. Камера смотрит на меня. Моя машина стоит сзади. Он снимает. Дело в том, что вам должны предоставить в обязательном порядке вот этот снимок, где указана скорость, с которой вы двигались, и чтобы это было видно, что это именно ваша машина. Для этого должна быть идентифицирована ваша машина по регистрационному номеру. Если хотя бы один знак не читается, то это является основанием для того, чтобы вы были признаны невиновным по презумпции невиновности. Соответственно, вы имеете право обращаться в суд. На деле, конечно, все это сложнее. Не совсем так. Хорошо, поправьте меня. Любое правонарушение должно быть доказано. Доказательствами в соответствии с законом являются любые, абсолютно любые данные, на основе которых можно сделать какие-либо выводы об обстоятельствах. Формально это означает, что доказательствами, в частности, повышения скорости, могут быть, например, показания свидетелей. Для этого нам же не нужна фотография с номером и так далее. Имеется в виду, что в данном случае, когда показывают фотографию? Не совсем. Еще раз, доказательства могут быть любые данные. Это могут быть и фотография вот такая, как сделано, и показания свидетелей, и показания обычного устаревшего радара, который раньше они применяли, который просто время фиксировал, как они из крана назывались, барьер. Возможно, вы правы, но в таком случае очень легко выигрывается все это в суде. К сожалению, нелегко. Юристы наши говорят, что с радаром вот таким, пистолетик, уже непонятно, чья это скорость. Проблема в том, что да, у нас существует презумпция невиновности, это действительно так, лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, но зачастую суды могут поверить инспектору больше, чем водителю. На это есть объективные причины, можно с этим спорить, можно с этим соглашаться, пресловутая НОНД, нет оснований не доверять. Да, в том числе и это. А спорить можно в равной степени, на мой взгляд, как показания обычного радара, который мне показывает фотография, так и показания радара с фотографией. Просто у меня есть глубокое убеждение, которое я пытаюсь донести до водителей, в том числе и в брошюре, что если вы правы, то надо защищаться до конца. Да, мы понимаем, что мы находимся в Ростовской области, нас остановил инспектор, мы там, Бог знает, где, нам придется куда-то жаловаться, но другого способа не существует. Если нас обвиняют незаконно, то это беспредел. А с беспределом бороться нереально. Он может просто взять пистолет и выстрелить. Ну, какая разница? Это тот же самый беспредел. Кирпич может на голову упасть. Это ситуация, которая находится вне нашего контроля. Но другого способа, кроме как защищаться, если нас незаконно обвиняют, значит, надо обжаловать эти действия. Если нам показывают какие-то, как мы считаем, ненадлежащие доказательства нашей вины, значит, надо доказательства оспаривать. А для того, чтобы их оспаривать, нужно знать закон. Совершенно знать, как это делать. А люди не знают закон. Значит, нужно читать брошюру, которую вы написали. В том числе. В том числе. В том числе. Сергей Савчинович, вы можете привести еще какой-нибудь пример из тех вещей, которые никто в вашей редакции не знал, что оказывается вот такая ситуация на дороге может быть? Вы знаете, поскольку я преподавал в автошколе, учил в том числе в индивидуальном порядке представителей других государств, то в правила дорожного движения и по большей части вот в законах, касающихся дорожного движения, разбирался я неплохо. И сейчас, скажем так, тоже немножко разбираюсь. Чего нельзя сказать о других сотрудниках издательства, поэтому для них было много откровений вот в этой брошюре. Для меня было одно откровение, что владелец средства повышенной опасности обязан компенсировать причиненный вред в любом случае. Вот это вот для меня было откровение, но для других сотрудников было много откровений. Ну вот, например, в одной из программ вы упомянули о том, что оказывается матери, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, инспектор не имеет права выписать максимальный штраф в вилке. Ну, не совсем так. Сергей Игоревич, Да, ну, мать, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, есть виды санкций, которые к ней не могут быть применены, это арест в частности. А что касается невозможности применения максимального штрафа, это не совсем так, просто наличие несовершеннолетнего ребенка это некая смягчающая обстоятельность. Это не значит, что нельзя применить максимальный штраф. Я, может быть, неправильно не штраф, а максимальное наказание. Максимальное наказание применить можно. Да, есть просто виды наказания, которые нельзя применять, как я сказал, например, арест. Ну, простейший пример, если мать, имеющая несовершеннолетнего ребенка, будет лишена права управления, а потом поедет на автомобиль, ее арестовать будет нельзя. Ну, это не значит, что этим нужно пользоваться. конечно, но тем не менее, это так. Но при этом, вот, кроме того, что нужно знать законы, чтобы, а, их не нарушать, б, понимать ответственность, а если ты понимаешь ответственность, то хотя бы просто из чувства страха уже нарисовать не будет, что количество этих правонарушений должно сократиться, и самим же людям, которые знают, не совершают эти преступления, будет легче. Но все-таки мы все время ходим с вами вокруг долга, потому что есть нерадивые сотрудники полиции, да, и тем более нужно знать свои права, чтобы защищаться от них, не избегать наказания, а чтобы вас не привлекли к какой-то более жесткой статье. А имеет ли смысл, на ваш взгляд, и каким образом мы, водители, можем знать обязанности сотрудников полиции? Ну, в данном случае полезнее, на мой взгляд, знать не обязанности сотрудников полиции свои права и в том ее обязанности, в том числе. Но, так, любые нормативные акты, которые хоть как-то затрагивают на права и свободных граждан, они обязательно будут опубликованы. И, слава богу, сейчас нет проблем найти практически любой нормативный акт, как и в официальный текст, так и его какое-то толкование, в том числе в интернете и так далее. Единственное, что я не рекомендую использовать интернет как таковой, как источник для поиска текстов нормативных актов, потому что они могут быть устаревшие и так далее. Но там официальные сайты государственных органов, они, как правило, содержат действующие тексты нормативных актов, вполне можно найти. Ну, плюс есть правовые базы. Ну, наверное, со стороны издательства добавлю. Читать закон, в общем-то, это тяжело неподготовленному человеку. Такой специфический язык. Раньше я говорил так. У кого бессонница, правила дорожного движения, три страницы, крепкий сон. Кому не помогает, берите уголовный кодекс. Поэтому все-таки нужны комментарии к законам, которые поясняют человеку неподготовленному вот эти положения этого закона. Вот тот самый перевод на русский язык, на общечеловеческий. Да. Собственно говоря, в ассортименте нашей литературы все это есть, включая и обязанности инспектора, потому что, ну скажем так, если с меня требуют соблюдение закона, ну, наверное, надо требовать и с представителя закона соблюдение закона. Поэтому соответствующая литература у нас есть и, в общем-то, этими положениями надо пользоваться, если мы стремимся к правовому обществу. Ну, да, я добавлю, что, безусловно, нам необходимо требовать соблюдение закона, в том числе, стороны инспектора, но, к сожалению, у нас сейчас есть такая тенденция, когда люди требуют исполнения закона, но вовсе не там, где это нужно, да. Ну, там, простейший пример, там, можно, не знаю, на ютубе посмотреть кучу роликов, как меня остановил инспектор, я все это снял на видеорегистратор, как я даже бедного инспектора строил, а почему мне не представились, а покажите мне удостоверение. Ну, это в какой-то момент можно делать, но люди зачастую вот за вот этой оболочкой, что он должен представиться, он должен измерительно подойти, там должен или не должен отдать честь, они забывают о сути, что там инспектор отобъявляет претензии вовсе там не, там, реально за совершенное нарушение, да, и то, что мы сейчас будем говорить, почему-то мне не представился, это только усугубить ситуацию, вместо того, чтобы решить эту проблему на месте. Как показывает опыт, зачастую проблему даже там с нарушением с каким-то можно решить, я не говорю про неправовый метод решения проблем, да, в виде дачи взяток, потому что дачи взяток это преступление, это ни в коем случае нельзя делать, а можно решить просто простым разговором, инспектор тоже человек, плохой он, неплохой, но он тоже человек, и опять же, здесь он стоит, потому что сюда поставили, а не потому что он стал ради своего удовольствия, если он всех тормозит, там меряет скорость и проверяет у него документы, и опыт показывает, что действительно можно сделать. Причем опыт этот не юридический, а вполне такой бытовой, что так вот, обычный, да, бытовой. Приложил в честь, руку к сердцу сказать, ну вот правда, виноват, ну вот как бы, действительно, что все мы люди, все мы человеки. Ну степень, в зависимости от степени, если это неприкрытое хамство со стороны водителя, проезд на красный сигнал, светофор абсолютно осознанный, то, ну, я будучи инспектором, я бы, наверное, не стал вести какие-то душеспасительные разговоры, здесь просто надо хамов наказывать. Ну вот практика последних лет показывает, что в интернете куча этих роликов, которые вы упомянули, и действительно, очень часто инспекторы абсолютно не владеют что-то за материалом, не знают своих должностных инструкций, обязанностей, и когда им предъявляют претензии. Но опять же, давайте понимать, что так обороняться может человек, который знает закон, а это значит, что он не просто выучил, как избежать наказания и объегорить инспектора, а он знает, что должен делать инспектор, он в первую очередь знает, что должен делать сам человек. Ну да, только к сожалению, ну по камере те ролики, которые я видел, я могу сказать, что подавляющее большинство из них, там незнание закона обоюдное. Инспектор или не знает, или боится полностью применять свои полномочия, а водитель услышал звон, а не знает, где он. Вот вы мне покажите свое служебное удостоверение, я вам свои права покажу только вот отсюда. Но только за то, что вот отсюда показывает право, формально инспектор может вытащить ее из машины, положить лицо в землю, надеть наручник и увезти в отдел. Он этого не делает, либо он боится это сделать, потому что он не уверен, может ли он это сделать, либо он не хочет это делать по каким-нибудь причинам. То есть просто прочитать 185-й приказ, который там наставление по ДПС, это ни о чем, к сожалению, надо не просто читать. Если уж мы говорим о том, что надо читать закон, тогда надо идти к юристу и говорить, юрист, разъясняйте, пожалуйста, вот этот пункт, вот этот и вот этот, потому что там ничего не понятно. А там действительно ничего не понятно. Мы только думаем, что там все понятно. Все-таки юристов 5 лет учат в институтах и учат их именно толковать закон. Знать законы там наизусть, это никому не нужно. Юристы учат 5 лет толковать законы, знать, где посмотреть. Друзья, если вы только что присоединили в нашей беседине, напоминаю, что мы сейчас обсуждаем такую проблему «Закон и водитель». Вернее, проблема, конечно, не «Закон и водитель», а проблема в том, что водители как раз-таки не знают закон. В гостях Сергей Федорович Зеленин, главный редактор издательства «Мира автокниг» и руководитель правового департамента Российского автомобильного общества Сергей Игоревич Волгин. Собственно, вот так выглядит эта брошюра «Закон и водитель». Вот автор, собственно, и человек, который очень просил автора побыстрее написать эту книгу, которая нам всем должна помочь. А у меня вот родилась идея вот второй вопрос задать нашим телителям. Друзья, вот мы поняли, что из вас 50% всё-таки людей читают, пользуются такой литературой. Мне интересно, в вашей практике было ли, что эти знания, которые вы почерпнули из подобных брошюр, помогли вам избежать незаслуженного наказания? Спасли ли они вас? Да или нет? Помогли или нет? Итак, мы остановились на том, что, в общем, зачастую и инспекторы не знают, и водители не знают ни обязанностей, ни законов. Всё-таки вот вы как отбирали вот в эту брошюру то, что хотели донести? Ой, я, наверное, вмешаюсь в этот процесс. Пожалуйста, пожалуйста. Есть учебный план подготовки водителей транспортных средств в автошколах. И, честно говоря, мы немножечко ограничили материал основными понятиями по административному кодексу, по уголовному кодексу, по гражданскому, закон об обязательном страховании и закон об окружающей средстве. Это такая выжимка самого полезного, вот прям то, что может пригодиться, да? Дело в чём? Дело в том, что если писать очень подробно, может быть, мы к этому и придём, то... такое большое, я не переварю. Часть людей, прочитав брошюру, задумается, будет обращаться к первоисточнику. И если им станет интересно, то, может быть, это сподвигнет их перечитать вот тот талмуд, и они получат, вероятно, от этого великого удовольствия. И вы знаете, если на самом деле водители будут знать правила дорожного движения, я не говорю соблюдать. Это отдельная тема. Но если они будут знать правила дорожного движения, поверьте, ситуация на дорогах будет значительно лучше. Потому что, ну, это отдельная тема, кто создаёт пробки на дорогах. Да. Но пробки на дорогах мы и создаём, не зная правил дорожного движения. Ну, банальная ситуация с трамваем, который остановился на трамвайной остановке. Я не знаю, откуда это генетически пришло из 60-х годов прошлого столетия, тысячелетия. Да, когда-то в правилах дорожного, в правилах уличного движения, ПУД, так называемый, что нужно было остановиться и ждать, пока трамвай не поедет. Не поедет дальше. Ну, откуда это у современного-то водителя? У современного водителя должен в голове быть пункт правил. Уступи дорогу пассажирам-пешеходам, которые движутся от обозначенной остановки к остановившемуся трамваю и обратно. Людей нет, ну, не стой, не создавай пробку, езжай. Люди этого даже не знают. Есть ещё примеры, когда незнание правил приводит к созданию пробок. Поэтому правила изучаем обязательно, применяем на практике обязательно, знакомимся с ответственностью и более ответственно относимся к вождению автомобиля по дорогам. Ну, и тогда всем будет хорошо. Как? И всем будет хорошо? Прям приятно слушать вас. И тогда не надо будет спорить с инспектором, потому что инспектору не за что будет остановить. А инспекторам не нужно будет остановить, они будут остановить, как во всей Европе, они будут остановить, то когда мы нарушим, они просто будут стоять и палкой нахать. И еще один момент. У нас, к сожалению, в стране не развита культура, если можно так выразиться, пользования юридическими услугами. Если у нас болит зуб, мы идем к врачу. Да, если у нас проблемы, то мы не идем к юристу. Если у нас проблемы, то мы почему-то, или мы что-то не понимаем, мы почему-то не идем спрашивать. Надо отметить, что в последнее время в этом смысле сознание граждан растет, уже понимает, что самим не справится. Каждый должен заниматься своим делом. Кухарки должны править государство. Принимаем звоночек. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я хочу спасибо сказать большое за вот эти брошюрки. Если мне эти брошюрки, то я буду кешеходом. То есть помогли, вы прочитали какие-то полезные, подчеркнули оттуда знания. Это спасло вас от того, чтобы вас лишили прав, да? Да. Был случай. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что таких случаев, конечно же, много. Ну, не так много, наверное, как хотелось бы, потому что если читают всего лишь половину, это аудитория нашего канала, то наверняка другие автолюбители... Ну, вы знаете, в защиту той половины, которая не читает брошюры, могу сказать, что это, к сожалению, порочная практика-то во всем мире. Я как-то пытался узнать на Кипре, как правильно проезжать круговое движение. Таксист сказал одно, водитель автобуса сказал другое. Поэтому пришлось купить брошюру. Стоило, кстати, очень дорого. Водитель, он все-таки забывает правила дорожного движения целиком. У него в памяти остаются только те фрагменты правил дорожного движения, положениями которых он пользуется ежедневно. А вот когда он попадает в ситуацию, которую он не знает, вот тут и случается либо ДТП, либо нарушение, либо создание пробок. Ну, вот что уж там. В Москве сейчас нарисовали очень много полос для общественного транспорта. Отдельная тема. Отдельная тема. Мы ее что-то не в каждом эфире упомянули, потому что она подходит как-то вообще под все темы вот этого нововведения. Ну, это вообще кошмар, конечно, для Москвы, но дело-то не в этом. Давайте чуть позже подробнее остановимся. Вот у нас есть, подводим итоги СМС-голосования, 60% тех людей, которые читают ваши брошюры, говорят, что им таки помогла это. Это радует, спасибо. Это радует, действительно. То есть получается, что больше половины людей, прочитав, не просто, во-первых, стали увереннее сейчас на дорогах, а кроме того, их действительно спасло. Это прекрасно. У нас остается 10 минут, принимаем еще звоночек. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. 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 Я бы хотел задать вот такой вопрос, собственно говоря, всем присутствующим в студии. Пожалуйста. Ну, хорошо. Законы для нас пишут, правила для нас пишут. Я сам водитель со стажем более 40 лет. Все это понятно, все это прекрасно. Для всех водителей могу сказать, возьмите себе это правило, не нарушать. И тогда все будет хорошо. Но дело в том, что законы есть, правила есть. Мы должны их соблюдать. А кто их контролирует? Вы когда-нибудь видели на дороге стоящих инспекторов? У меня в городе этого нет совсем. Я почему? Я приведу пример простой. Сначала, значит, издали закон. Синоновые фары запретить. Моментально 50% водителей сняли ксинон. Далее все поставили обратно. Никто не следит за этим. На красный свет проезд. Все тоже очень хорошо. Сказали, значит, проезд на красный свет, лишение прав вели 5 тысяч. Хорошо. Стали прекратить ездить на красный свет. Это был проект. Через какое-то время все стали ездить на красный свет. Спасибо. Ваша точка зрения ясна. Я против таких заявлений. Уж простите меня по поводу того, что все стали ездить на красный свет. Но неотвратимость и жесткость наказания, конечно же, приводят свои плоды. Это самый простой пример. Постоянная была борьба с непристегнутыми ремнями. Ввели штраф серьезный, который уже ощутим. Не какие-то там 300 рублей. Серьезный штраф. И все как миленькие пристегнулись. И никто не хнычит. Все ездят. Вот это на самом деле заблуждение в определенной степени. Что достигать исполнения закона можно в том числе и ужесточением наказания. Если сейчас ввести, условно, до абсурда доводим ситуацию, если сейчас ввести за любое нарушение правил дорожного движения чремное заключение, у нас все будут соблюдать правила. Даже несмотря на то, что делать это невозможно. Да, но культура это не приправит. Но, к сожалению, любое наказание, какое бы оно ни было жестким, насколько бы оно ни было жестким, оно вызывает, в конечном итоге, через какое-то время, маленькое или большое, но привыкание у людей. И, соответственно, исчезает одна из составляющих наказания, как воспитание. Ну, почему, допустим, арабские страны взять, да, за воровство отрубают руки. Ну, продолжают же воровать. Хотя наказание очень жестко. Ну, я думаю, что воруют крайне редко. Это в данном случае неважно. Редко, но делают. Это говорит о том, что наказанию привыкли, ну, если можно так выразиться. То же самое, абсолютно исправно дорожное движение. Кремлям, на мой взгляд, стали больше, во-первых, до сих пор много водителей, которые не пристегиваются, несмотря на ощутимый штраф. А пристегиваться стали не потому, что штраф большой. А потому что, да, потому что все начинают понимать, что это безопасность. Сознание приходит к тому, что это ваше же безопасность. То есть решать проблему соблюдения закона можно, в том числе и ужесточением наказания. Но нельзя делать это только этим. Нужно раздействительную работу проводить, о которой мы уже говорили. В той же самой школе, опять же, преподавать, что почему надо пристегиваться ремнем. Не потому что вас оштрафуют, а потому что вы просто живы останетесь. Ну и так далее. И так можно к любым... Коллеги, у нас остается не так много времени. Вот СМС-сообщение. Говорит о том, что часто меняются правила, да? И человек путается в этом. А у нас необоснованно часто меняют правила. Это, наверное, сложно и вам, и юристам. И вам было сложно писать, потому что... Вот что с этим делать? Знаете, правила менялись кардинально. В 1973 году, в 1983 году, в 96-м году. В 93-м. В 93-м году. И вот... Это вы сейчас сказали только кардинально менять. Кардинально. А сколько вот таких введений там... Вот сейчас, последнее, кольцо, преимущество на кольце, не преимущество. Аварий такая куча, потому что до сих пор, вот то, что вы говорите, на подкорке записано... На самом деле ничего не поменялось. Это провокация средств массовой информации по поводу кольца. Ничего не изменилось. Как были правила, так и остались. Ну как, простите, ну знаки поменялись. Вот у меня в районе поменялись. Раньше... Нет, ну знаки поменялись. Да, конечно. Но порядок движения при этом не поменялся. Как он был точно такой же, так и остался. Если знаки есть, то мы едем по знакам. Так, если все-таки вернуться к вопросу, то правила дорожного движения мы переиздаем, ну чуть ли не каждые три месяца. И все изменения, которые происходят в правилах дорожного движения и в кодексе об административных правонарушениях, пожалуйста, брошюра стоит 10, 15, ну 20 рублей. Ну я бы сказал так, ничего она не стоит. В нынешней жизни 15 рублей это просто не деньги. Познать ныне действующие правила за вот такие деньги, я думаю, это намного дешевле, чем познавать их с помощью аварии и штрафов. Поэтому рекомендации остаются прежние. Покупать литературу профильную, читать и пользоваться. Если мы покупаем утюг, мы инструкцию читаем, да. А если мы долго не пользовались какой-то функцией телевизора, в конце концов обращаемся к инструкции, к телевизору, то же самое здесь. Или хотя бы у кого-нибудь спрашиваем. Ну да. Ну и то же самое здесь. Ну такие изменения, они лишь подтверждают необходимость время от времени перечитывания, в частности, правила дорожного движения. А меняются они, ну жизнь такая, у нас законы вообще меняются и принимаются каждый день. Тут, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Вот в этом смысле ваш фатализм мне не очень нравится. Ну как вот так привыкнуть, что ну вот жизнь у нас такая вот, и давайте переписать. Это нормально, все течет, все изменяется. А так как право, ну закон это один из источников права, да, право признано регулировать все области жизни в обществе, да. Общество, оно, по-моему, называется правовое. И так как жизнь меняется, соответственно, меняется и право, меняются законы. Хорошо они меняются или плохо, это уже другой вопрос. Да, но то, что они будут меняться всегда, это неизбежно, это нормально. Ну, народ пожалуется, что они меняются иногда бездумно, и иногда совершенно не обоснованно. Это другой вопрос, да, да, совершенно верно. Они меняются бездумно, зачастую, ну не зачастую, там, к сожалению, бывает ситуация, когда явно закон пишут непрофессионалы. А как такое допускается? Я вот этого понять не могу. А это уже исполнение закона. Мы с вами же договорились о том, что давайте все будут заниматься своим делом. Кто пишет закон, если не юристы? Ну, к сожалению, не все юристы, видимо, хорошо учились в институтах. А, то есть пишут юристы, но плохие. Да, иногда, да. А кроме того, что, я понимаю, что если юрист занимается какими-то там квартирными вопросами, что-то, чего он пишет законы про дорогу? Это вообще есть некое заблуждение, да, что если человек юрист, он может ответить на любой правый вопрос. Да, есть спецификации какие-то, узкая специализация. Да, есть юристы занимаются жилищными делами, есть автомобильными, есть там семейными. Так же, как и врачи. Если у нас болит зуб, мы идем к зубному врачу. Если болит глаз, мы идем к глазному врачу. Так, коллеги, если коротенько, минутка буквально. Вот как скоро? Ну, какой-то прогресс у нас должен произойти во временном. Для того, чтобы мы и узнали это все, и культура была. Вот это десятилетие, это годы. Я понимаю, что вопрос такой слегка наивный. Но хочется же верить в какое-то там, не совсем уж далекое, а светлое будущее, а как-то вот локально, скоро. Ну, хочется верить, что после этой передачи все начнут изучать законы, пользоваться законами, жить по законам. Но боюсь, что без какой-то стрессовой ситуации навряд ли что-то изменится. Если это стрессовая ситуация для индивидуума, значит, индивидуум будет учиться. Если для общества, значит, члены общества будут учиться. Я боюсь, что назвать какой-то срок, что вот наше издательство охватит все население, все люди станут грамотными, мы приложим к этому все усилия, ну, очень хотелось бы, но нереально. Думаю, что только стрессовая ситуация как-то сподвигнет. Коллеги, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вы этот час потратили не зря, потому что нас смотрели люди, и кто-то для тебя что-то там в голове прокрутил. Это спасет жизни и спасет деньги, в конце концов, если уж и не брать какие-то фатальные. Напоминаю, что в гостях был главный редактор издательства «Мира в такнике» Сергей Федорович Зеленин. Сергей Федорович, рад был вас повидать. – Абсолютно. – И руководитель правового департамента российского автомобильного творчества Сергей Григорьевич Волгин. Собственно, и автор вот этой прекрасной брошюры. Я хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом. Пишите побольше, мы постараемся читать. Друзья, это была программа «Попутчик» в эфире телеканала «Автоплюс». Меня зовут Севакущинский, и, как я всегда говорю, закон суров, но это закон. Не нарушайте, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова